Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости в студии Ирина Левчук. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема сегодняшней программы. Стартовал сбор подписей для выдвижения кандидатов в президенты Республики Беларусь. Как и по всей стране, пикеты появились на улицах Бреста, где каждый желающий мог поддержать своего кандидата. На праздники дарят подарки. В канун 7 ноября ключи от арендных квартир торжественно вручали как в Брестской области, так и в областном центре. В Беларуси сохраняется и продлевается срок действия программы семейного капитала на ближайшие 5 лет. О большой поддержке для больших семей заключительный материал выпуска. Об этом и не только в программе «Итоги недели» на канале БУК-ТВ. Выборы президента Республики Беларусь состоятся 26 января 2025 года. И, как известно, одним из основных этапов проведения стартовавшей избирательной кампании является сбор подписей для выдвижения кандидатов в президенты Беларуси. Представители Центральной избирательной комиссии уже зарегистрировали семь инициативных групп по выдвижению в кандидаты на пост главы государства. А потому недавно стартовал и сбор подписей для выдвижения кандидатов в президенты Республики Беларусь. Как и по всей стране, пикеты появились на улицах Бреста, где каждый желающий мог поддержать своего кандидата. Наши корреспонденты побывали на нескольких городских локациях и узнали обо всем подробнее. Инициативные группы по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Республики Беларусь в первый день нового этапа электоральной кампании организовали пикеты в разных локациях областного центра. Один из таких расположился возле Центрального рынка, одного из самых оживленных мест. Сегодня на старт, даже праздничный день, 7 ноября, все члены инициативных групп вышли на пикеты по городу Бреста. По городу Бреста у нас более 10 пикетов, поэтому невзирая на такую морозную погоду, люди активно участвуют в сборе подписей, на таких более активных участках многолюдных. Люди идут, подписываются, ставят свои подписи, поэтому старт, я думаю, что в Брестской области хороший. В сбор подписей вели члены инициативной группы одного из потенциальных кандидатов в президенты. Люди принимали активное участие и не оставались в стороне. Я сюда перешла, чтобы сегодня выразить свою гражданскую позицию, потому что для меня важно, в какой стране я дальше буду жить. Мне очень важно, что наши дети будут ходить, учиться бесплатно, что наши, и мы в том числе, и дети, и наши матери, наши отцы могут получать сегодня бесплатное медицинское обслуживание. Очень важно, что сегодня у нас приемлемая пенсия, поэтому сегодня мы здесь и стараемся поддержать того человека, который любит нас. Как говорят, один за всех и все за одного. Но не только здесь был организован пикет. В это морозное утро осуществлялся сбор подписей членами инициативной группы еще и на улице Советской. Первые фамилии уже появились в подписных листах. Среди тех, кто оставил свои данные, брещанка Елена Кармаш. Я считаю, что каждый человек должен воспользоваться своим правом на то, чтобы выразить свое мнение. И раз оно нам предоставлено, мы в полном объеме можем выразить именно то, чего мы хотим. Я, допустим, хочу, чтобы у нас в Беларуси оставалось, как и прежде, мир, спокойствие, чтобы мы могли спокойно работать, а дети спокойно учиться. Проявить активную гражданскую позицию, сделать выбор и поддержать своего кандидата могли все желающие. И таких было много, что говорит о том, что белорусам не безразлична судьба страны. Мы видим, что в последнее время, в последние 30 лет, очень многого достигла наша страна, очень много принималось правильных, своевременных решений. И сейчас мы подошли к такому рубежу, когда необходимо нам очередной раз сделать выбор, как мы дальше будем жить и существовать. Поэтому хотелось бы, чтобы все граждане нашей страны проявили свою гражданскую позицию и выразили свое мнение по дальнейшей истории нашей страны. Поставили подпись за того кандидата, в ком они уверены, с кем хотят дальше развивать наше государство. Еще одной площадкой для организованного пикета стал центральный универмаг. Эта локация пользовалась спросом не меньше других. Люди подходили, интересовались, подписывались. Молодежь становится все более активной в политической жизни и готовностью участвовать в выборах. Молодые люди, члены инициативной группы понимают, что голосование – это наши права и обязанности. И мы хотим участвовать в политической жизни страны и влиять на ее будущее. Считаю, что очень важно участвовать в выборах, проявлять активную гражданскую позицию, потому что мы сами выбираем то место, в котором нам жить и каким оно будет. И важно прививать это и подрастающему поколению, тоже показывать собственным примером свой выбор. И я выбираю Александра Григорьевича Лукашенко. Я как мать, я выбираю спокойную, стабильную страну, в которой мой ребенок сможет спокойно жить, где я не буду переживать за его безопасность, где все будет стабильно и главное – спокойно. Сейчас главное – спокойно. Одной из многочисленных площадок для сбора подписей кандидатов в президенты стал торгово-развлекательный центр «Экватор». Окруженные житейскими заботами и детьми, жители Бреста активно проявляли свою гражданскую позицию, не упуская возможность повлиять на политическую жизнь родного государства. Сейчас идет активная фаза сбора подписей за кандидатов в президенты. Это очень важный шаг. Мы выбираем, за кого мы в дальнейшем будем голосовать, кто проходит, у кого на данном этапе более, можно сказать, правильная позиция. Каждый человек для себя ее выбирает. В будние дни у нас с 16.30 до 18.30 можно поставить свои подписи. В выходные дни с 12 до 15 часов. Одной из первых оставить свою подпись поспешила Светлана Шукайло, директор торгово-развлекательного центра «Экватор». Подчеркнув важность сопричастности к сегодняшним пикетам, она обосновала свою позицию. Любые выборы – это определение направления развития нашей страны, нашего государства и, в первую очередь, нашей родины, в которой мы живем. И каждый человек, конечно же, хочет, чтобы его родина процветала, чтобы его родина развивалась. Я считаю, что, в принципе, каждый гражданин должен выразить свою гражданскую позицию. И таким образом мы, работники «Экватора», выражаем свою позицию, мы поддерживаем предвыборную кампанию, литеральную кампанию, которая сейчас проходит, и активное участие принимаем в дне. Несмотря на то, что первый день подписи к пользу кандидатов состоялся в выходной праздничный день, активные граждане не отсиживались дома, а поспешили к ближайшим агитационным пикетам. Уверенной и широкой подписью люди поддержали своего фаворита. Сегодня мы здесь выражаем свою активную жизненную позицию и отдаем подписи за будущее нашей страны, за выборы президента. Будущее в наших руках. Мы думаем о будущем наших детей, наших внуков и хотим, чтобы оно было мирным. Выборы, не пропуская ни одни, всегда участвую. И это очень важно. Все-таки выражение политической воли очень важно. Если не мы, то кто? Вся жизнь – это выбор, который стоит перед нами ежедневно в разных аспектах жизни. И ответственность, как и принятие выбора, нам нести самостоятельно. Это мы определяем, каким будет наше государство не только для нас, но и для наших потомков. Всю свою сознательную жизнь я всегда участвовал во всех политических процессах, которые проходили в Республике Беларусь. Потому что я оптимист и я считаю, что мы можем изменить мир к лучшему. Уровень развития общества такой, что только соседи нам могут позавидовать. Поэтому я пришел с той целью, чтобы сохранить то, что есть. Чтобы дети и мы тоже жили под мирным небом. Чтобы общество было единым, дружным. Чтобы внешняя политика государства нашего была миролюбивой. Каждый человек мечтает прожить жизнь, окружая себя счастьем, благополучием и любовью. И все, о чем мы мечтаем сегодня, легко может стать нашим будущим уже завтра. Государственное арендное жилье – явление для нашей страны не новое. Оно появилось еще в конце 2013 года, когда был принят указ президента Республики Беларусь о некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений. Тогда был сформирован фонд жилых помещений коммерческого использования или арендное жилье. И с каждым годом такие новостройки возводят еще активнее. Первый регион не исключение. Ярким тому подтверждением является строительство нового арендного жилья для сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Сто спасателей и их семьи накануне стали счастливыми новоселами в пяти новостройках. Наши корреспонденты с подробностями. Холодный ноябрьский день стал настоящим праздником для сотни семей березких спасателей. Еще недавно их же личный вопрос решался съемными квадратными метрами или за счет родственников, которые радушно делились своими. А сейчас сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям вручили ключи от новых арендных квартир. В Республике Беларусь последовательно проводится политика социальной направленности. И ярким тому подтверждением является решение президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко о строительстве для военнослужащих арендного жилья. И мы сегодня видим практические результаты этого воплощения решения. Сегодня 100 спасателей с семьями Брестского гарнизона получат заветные ключи. Расположенные в пяти новостройках квартиры полностью готовы к комфортной жизни. Кроме того, благоустроена прилегающая территория, оборудованные игровые и спортивные площадки. Не хвастаясь, мы занимаем лидирующие позиции именно Брест в предоставлении арендного жилья для военнослужащих. Это не только сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, это и органы внутренних дел, и госбезопасности, и следственного комитета, и все прокуратура, суды. Потому что это те люди, которые отвечают в первую очередь за безопасность. И наша, наверное, в первую очередь доля ответственности, чтобы обеспечить вот этот семейный уют и быт, чтобы люди полностью отдавались служению Родине. В жизни каждой семьи есть свои очень важные и трогательные моменты, и получение ключей от квартиры – не исключение. Пять домов современной планировки, расположенные в юго-западной части областного центра, распахнули свои двери для семей брестских спасателей. Среди сотни счастливчиков, получивших новые ключи, а вместе с ними и заветные квадратные метры, многодетная семья Авдеичек Дмитрий и Ольга воспитывают трех сыновей. В Брест они переехали несколько месяцев назад. Все это время снимали двухкомнатную квартиру, а потому получить свое жилье для них было очень важным и радостным событием. Сегодня в торжественной обстановке мы получили свою квартиру, долго ждали этого, шли, конечно, к этому. Огромное спасибо нашему государству за то, что оказывают нам такую поддержку. Министерство по ощущениям ситуаций, в частности Брестскому областному управлению. До этого жили на съемном жилье, конечно, много финансов хватило на оплату всех вытекающих последствий. Сейчас мы будем дома у себя, а для меня, как и для мужчины, самое важное, это что надежный тыл, как и для мужчины над головой, а дальше мы можем спокойно исполнять свои служебные обязанности, четко, неукоснительно и все в срок. Очень нравится, обои очень хорошие, это будет детская, светлая, здесь уже будет кровать, наверное, большая, двухъярусная, скорее всего. Ну, еще хочется мечтать, хочется планировать. Большое спасибо за такую поддержку, мы очень рады, довольны. А дети, вообще, я не знаю, просто вот очень хочется привезти и показать их. И пока детям Дмитрия и Ольге только предстоит познакомиться с новым домом, маленький Тимофей, сын спасателя, фельдшера медицинской службы пожарного аварийно-спасательного отряда Брестского областного управления МЧС, уже осматривает каждый уголок своего дома. Эта большая, светлая квартира совсем скоро станет уютной, ведь новоселы планируют ее обустроить всем необходимым, сделав удобной и стильной. Долго ждали, 4 года. Очень классно, что можно получить квартиру, потому что снимать в 200 хорошую квартиру, это очень дорого. С ребенком. С ребенком. Сотрудники службы 101 вкладывают свои силы, чтобы обеспечить безопасность и сохранить наше здоровье, потому строительство арендных квартир – это лишь малая часть благодарности за тот значимый вклад в жизнь каждого. Вы смотрите программу «Итоги недели». Говорим об актуальном. Предприятия, организации, ведомства нашей страны во многом поддерживают своих сотрудников и обеспечивают для них хорошие условия труда и социальный пакет. Яркий пример тому – сфера сельского хозяйства. Не секрет, что сельхозпродукция Беларуси пользуется популярностью во всем мире. И это стало возможным благодаря активной и трудолюбивой молодежи, которая все чаще выбирает профессии на Ниве сельского хозяйства. За достойный труд – великолепный подарок. Специалисты открытого акционерного общества «Дубравушка Агра» накануне получили ключи от квартиры в новом доме в Домачево. 24-квартирный жилой дом оснащен всеми удобствами и готов к комфортному проживанию. Наши корреспонденты побывали на торжественном мероприятии и готовы рассказать обо всем подробнее. Только что появившийся 24-квартирный дом в городском поселке Домачево распахнул свои двери для работников агропромышленного комплекса «Дубравушка Агра», нуждающихся в новых квадратных метрах. Ведь комфортные условия проживания – один из самых значимых аспектов формирования новой семьи. Ключи от долгожданной жилплощади достались механизаторам, операторам машинного доения, агрономам и бухгалтерам. Поздравить и пожелать молодым семьям благополучия поспешили представители вертикали власти и руководство предприятия. Татальная направленность нашей страны, она в первую очередь направлена на то, чтобы люди, которые живут в Брестском районе и в целом в нашей стране, ни в чем не нуждались и с каждым годом повышали свои условия жизни и благополучие свое. Сегодня в этот дом заселятся механизаторы, операторы машинного доения, специалисты, агроном, семья агронома, семья бухгалтера. Я думаю, что эти комфортные условия, а каждый человек стремится жить в хороших условиях, близких к городским условиям. Тут, я думаю, условия будут не хуже, чем в городе, а может быть даже лучше, потому что тут свежий воздух, красивейшая природа. И это все поспособствует дальнейшему развитию предприятия «Дубравушка Агро». Хотел бы пожелать новоселам нашим, чтобы вы счастливо жили в этом доме. Современный и красивый дом появился в поселке благодаря партнерству, государству и сельхозпредприятиям. Комфортные условия проживания обеспечат дальнейшее развитие агропромышленного комплекса. Ведь когда дома уютно, а семья обеспечена всем необходимым, трудиться без тревоги за будущее родных и близких гораздо легче. Мы открываем двери в новую жизнь для каждой семьи, которая будет здесь жить. Вдыхаем в эту недвижимость движимые эмоции, чувства. Детский голос на площадке, на улице, во дворе. Я очень хотел, чтобы этот дом у нас был. И слава богу, получилось. По доброй традиции, в день открытия нового здания генеральный директор коммунального унитарного предприятия «Брест Жилстрой» вручил ключ руководителю «Дубравушка Агро» как символ начала нового этапа в жизни всех причастных к этому событию. Это мероприятие стало настоящим праздником для новоселов, который наверняка останется в их памяти на долгие годы. Осенний холодный воздух был прогрет любовью, мечтами о лучшем будущем и планами на счастливую жизнь. Энергетику торжественного мероприятия ощутили все присутствующие. Событие очень важное, оно показательно, оно говорит о том, наглядно демонстрирует то, как государство заботится о людях. Я вот видел сегодня эти счастливые лица, молодых ребят, девчат, и я очень сам внутренне рад и счастлив за них. Замечательные условия, замечательная квартира, абсолютно не хуже, чем в городе, даже может быть и лучше, чем многие квартиры в городе. Современное жилье, рядом школа, рядом детский сад. Созданы все условия для того, чтобы люди могли жить и процветать. Многолетняя социально направленная деятельность государства заботится о людях и дает все необходимое для комфортной жизни и труда. Так новое жилье обеспечивает специалистов Дубравушка Агро возможностью закрепиться в хозяйстве и поднять демографический уровень страны. Счастливые семьи с радостью пригласили всех осмотреть квартиры и с удовольствием делились эмоциями. По-честному я сменил много работ и это единственное место, где мне предоставили новую квартиру под ключ, где я сам владелец сначала, отустраиваю как хочу. Я работаю агрохимиком в Дубравушка Агро. Работаю уже 6 лет. Очень рад за то, что получил квартиру. Буду продолжать, конечно же, работать в этом направлении. Стараться. Большой шаг. Да, мы очень рады, что попали в это. Конечно, отустраиваться, мебель, обязательно кота принести, как традиция. Да, и работать. Семья Петрачук является хорошим примером заботы руководства и государства о своих тружениках. Паре не пришлось долго стоять в очереди на жилье. И благодаря поддержке руководства предприятия Дубравушка Агро, семья оказалась в числе первых, кто переедет в новый и красивый дом. Около 7 лет я работаю уже механизатором в сельском хозяйстве, тракторист-машинист. На очереди состою я чуть больше года. Регион под номером один совершенствуется, расширяется и занимает лидирующие позиции благодаря тем, кто самоотверженно трудится. А потому забота о молодых семьях и помощь с их жилищным вопросом – это лишь малая часть той благодарности за их усердный труд. Янина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Олеся Столярчук. Новости Бреста. Продолжаем программу «Итоги недели». Накануне председатель Конституционного суда Республики Беларусь Петр Петрович Миклашевич проводил выездной личный прием граждан и представителей юридических лиц в Брестском городском исполнительном комитете. Жители города обращались с вопросами разного характера и на все смогли получить компетентные ответы. В Конституции Республики Беларусь закреплено, что человек, его права и свободы, и гарантия их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства. Органами государственной власти на всех уровнях принимаются необходимые меры для того, чтобы создать условия для реализации прав и свобод человека и гражданина. И, соответственно, сегодня я убедился, что Брестский городской исполнительный комитет принимает необходимые меры, чтобы решались социальные проблемы, вопросы граждан, и граждан по вопросам социального характера на приеме не было. Это свидетельство о том, что организована надлежащая работа с гражданами и оперативно решаются вопросы повседневной жизнедеятельности граждан, которые проживают в прекрасном городе Бресте. Второе, что хотел бы отметить, что у нас эффективно функционирует правовая система в нашей стране, поскольку в соответствии с Конституцией каждому гарантируется право на судебную защиту с целью защиты своих прав и свобод. Поэтому, когда возникают правовые проблемы, различные правовые споры, граждане, в установленном запольном порядке, должны обращаться в соответствующие суды. И сегодня как раз на приеме было несколько вопросов правового характера, на которые даны пояснения. Помимо этого, Петр Миклашевич напомнил о том, что с 1 октября 2023 года вступила в действие новая редакция закона о конституционном судопроизводстве, где регламентируется порядок рассмотрений обращений граждан страны непосредственно в Конституционный суд о проверке конституционности закона, примененного в конкретном деле в судах общей юрисдикции. В соответствии с обновленной конституцией гражданам нашей страны предоставлено право обращаться в Конституционный суд за защитой конституционных прав и свобод граждан, в том случае, если при разрешении конкретного дела в судах общей юрисдикции применен закон, который считают они, что он нарушает их конституционные права и свободы граждан. В настоящее время уже начали нам поступать такие обращения с выполнением всех условий допустимости, которые определены законом. 31 октября этого года мы уже составом Конституционного суда рассмотрели первое такое обращение гражданина по хозяйственному спору. Мы пришли к выводу, что при соблюдении всех формально юридических условий допустимости, но по существу не было соблюдено условия допустимости, поскольку мы не усмотрели, что этой нормы закона, хозяйственного процессуального закона, нарушены его конституционные права и свободы. Поэтому в возбуждении такого дела было отказано. Как отметил Петр Миклашевич, ожидается, что в ближайшее время будут продолжать поступать конституционные жалобы граждан по вышеназванным вопросам. И при наличии признаков нарушения конституционных прав будут вынесены определенные решения. Уже много лет в приоритете у белорусского государства многодетные семьи. Для них предусмотрены льготы, пособия, услуги няне и, самое главное, активно работает программа «Семейный капитал». Последний пункт на слуху у белорусов давно, а именно с 2015 года. Тогда и появилась эта государственная программа. Ее суть заключается в том, что при рождении или усыновлении третьего и последующих малышей родители могут получить от государства материальную помощь. В Беларуси продлевается срок действия программы «Семейного капитала», а значит, такая форма государственной поддержки сохраняется на ближайшие пять лет. По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, по состоянию на 1 мая 2024 года для многодетных семей открыто почти 137 тысяч депозитных счетов «Семейный капитал» и подано чуть менее 75 тысяч заявлений на досрочное использование средств. Подробнее о большой поддержке для больших семей, а также о важных изменениях в государственной программе расскажем вам прямо сейчас. Знакомьтесь, эта талантливая девочка с необычным именем Милица – часть большой и дружной семьи Кричкивских. Помимо музыкальных дарований, родители Натальи и Александр воспитывают и будущих спортивных звезд. Старшая дочь Ульяна успешно занимается тейквондо, младший сын Тимур – хоккеем. И несмотря на такие разные увлечения, семья живет мирно и дружно, ведь в основе всего – большая любовь и поддержка друг друга. Как делится глава семьи, без этих компонентов ничего бы не получилось. Я думаю, что больше это сообща, потому что если бы мы друг друга не понимали, так бы не успевали. Так как бы по урокам жена главная, поскольку она преподаватель начальных классов, я уже как-то от этой темы отошел. Ну, по меньшей мере, когда у нее нет времени, я сижу с ними, помогаю где-то, рассказываю. Старшие дети как-то уже сами занимаются, ну, более-менее там контролируем, конечно, но в основном сами. Детей тоже многое зависит. Если с ними не найти общий язык, тут уже и вдвоем не сможешь ничего сделать. Александр и Татьяна еще в начале своих серьезных отношений определили, что хотят большую семью, где будет шумно, весело и дружно. И у них это получилось. Они помогают, поддерживают, проводят время вместе, а главное, очень любят каждого своего ребенка. И как родители вкладываются в своих детей, так и государство вкладывается в многодетные семьи. Для них предусмотрены льготы, пособия и самое главное, активно работает программа «Семейный капитал», частью которого воспользовалась семья Кречкиевских. Мы получили семейный капитал, когда у нас родился Тимур. Тогда еще не было возможности его использовать, но потом получилось так, что когда мы стали научить, как многодетная семья, изменились законы, так скажем, правила, и уже этот семейный капитал можно было использовать для строительства жилья. И как раз так получились обстоятельства, что с 1 марта, когда нам подошел срок получать жилье, мы попали под долевое строительство. То есть нам нужно было заплатить 25% стоимости жилья государства, скажем так. Ну, конечно, когда ты мама троих детей, находишься в декрете, папа работающий, кредиты, к сожалению, не особо дают, потому что триждивенцы, даже четыре, это очень сложно. Собрать сильно много средств нам также не удалось, потому что опять же молодые, все, сами начинали. И как раз эта поддержка, досрочное использование семейного капитала была как нельзя кстати. И такая ощутимая государственная поддержка сохраняется и продлевается на ближайшие пять лет. Стоит отметить, что ежегодно сумму таких выплат для многодетных индексируют. Так, с 1 января текущего года размер семейного капитала составляет 31 480 рублей. По сравнению с прошлым годом, он увеличился на 5%, и многодетные семьи активно используют эту поддержку. А возможностей для определения капитала достаточно. На улучшение жилищных условий, получение образования или медицинских услуг в организациях здравоохранения. А с недавних поры на получение услуг в сфере социального обслуживания и на накопительную пенсию матери. В настоящее время в московском районе проживает порядка 3900 многодетных семей. За истекший период времени администрация московского района приняла решение о назначении семейного капитала 265 семей. И за тот же период времени обратились за досрочным распоряжением семейного капитала 629 семей. В основном это, конечно же, на улучшение жилищных условий, но также и на оказание медицинских услуг, ну и уже в последнюю очередь на оказание образовательных услуг. За досрочным распоряжением и средствами семейного капитала обращаются многие, но есть и те, кто сохраняет эту финансовую подушку безопасности и не спешит ее тратить. Среди них семья Лещина. Здесь растут и достигают успехов в спорте, учебе и творчестве трое детей. Кирилл, Артем и маленькая принцесса Маргарита. У нас дети все очень разные. Они сами по себе все очень замечательные, у каждого есть свой талант. Старший у нас спортсмен, занимается в баскетбольной школе в Виктории, ему это нравится. Никто из семьи примечательно, что этим не занимался, он у нас такой первый достигает, на мой взгляд, таких больших результатов. Ну и мы так с папой думаем, что у него впереди большое будущее. Средний наш Артем, очень интересное мышление, он очень любит рисовать, он увлекается игрой на гитаре, он ходит в волейбольную школу, в Алим, в Бресте занимается. Очень любит точные технические науки. Ну и самая маленькая Маргарита, она среди наших деток самая шустрая, самая активная, такая долгожданная наша любимица. Старший ее безумно любит, конечно, они о ней заботятся. И секрет такого разностороннего развития каждого ребенка у родителей есть. Просто надо учитывать, надо принимать детей такими, какими они есть. Надо их не переделывать, надо их не переучивать. Они каждая индивидуальная самостоятельная личность. С ними нужно, как говорят великие педагоги, познакомиться и принять. И тогда вы научитесь, вам будет легко, вы их не переделываете, а просто учитесь с ними жить и коммуницировать. Это очень легко. Самый главный секрет – это любить своих детей. Другого секрета нет. Семья Лещина – дружная и крепкая команда, где один за всех и все за одного на протяжении 16 лет. Татьяна и Сергей желают дать своим детям все самое лучшее, а потому полученные средства берегут на особый случай. Действительно, у нас есть такая возможность благодаря нашему государству. У нас есть материнский капитал, мы его оформили после рождения третьего ребенка. Планируем мы его использовать либо на учебу, либо на улучшение жилищных условий одному из детей. Комплексная поддержка от государства решает массу забот многодетных родителей. И в очередной раз подтверждает, что семейный капитал – большой бонус и уверенность в завтрашнем дне для тех, кто решил родить троих детей. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте – 54-63-67. Ну а мне остается только добавить. Это было ваше телевидение и семейный канал БУК-ТВ. Я, Ирина Левчук, говорю вам до встречи. И, как всегда, желаю мира, стабильности, здоровья и добрых новостей в ваших домах. Субтитры создавал DimaTorzok